Река, которая, вопреки здравому смыслу, никуда не впадает. Это западный Булганак. Еще несколько лет назад такую проблему даже предвидеть не могли. Сейчас же из-за постоянного забора воды на частные нужды это рискует обернуться значительным ущербом для экологии. Это еще не самая большая проблема. Продолжит Виталий Попач. Михаил, житель села Кольчугина, на местном ставке провел все свое детство. Мужчина вспоминает, сюда ехали на рыбалку люди из ближайших крупных городов. Но с тех пор, как выше по течению стали устанавливать различные дамбы, обустраивать частные водоемы и просто прокладывать трубы в реку, чтобы поливать частные владения, уровень воды в водоеме упал почти на три метра. Теперь на этом ставке река просто заканчивается. Дальше течь уже нечему. Местные забеспокоились и решили выяснить, в чем дело. Прошли пару километров вверх по руслу и обнаружили дамбу. Но вот убрать ее не получилось. Решили сделать субботник, пойти по руслу и почистить русло, естественное русло реки. Дошли до того места, наняли кран, собрались с ребятами, хотели вытянуть эти плиты, чтобы освободить русло. Ну и в этот момент там собрался народ, местный, который это все делал. И естественно, ну как бы инцидент открытый остался. Ну, слава богу, просто мирно разошлись. На первый взгляд вся проблема вот в этой дамбе. Из-за нее по естественному руслу реки Булганак уходит только половина воды. Вторая уходит вот по этому стихийному каналу в соседний Ставок. Но местные жители уверяют, даже если убрать вот эту перегородку, проблема все равно не решится. Дело в том, что это лишь одна из многих таких сомнительных дам. Еще выше по течению забор воды ведут частные фирмы. Вот они-то как раз и вызывают сомнения у местной власти. Глава кольчугинского сельского поселения Игорь Григорьев рассказал, корни проблемы гораздо глубже. Воды в реке стало меньше в силу природных причин, а забор только увеличивается. При упадке самого дебита воды, скажем, необходимо снижать в первую очередь, наверное, вот этот вот лимит потребления всех, кто сидит на этом русле реки. В частности, это сельскохозяйственные предприятия. Таким образом, при правильном распределении эта проблема может решиться. Будет хватать воды всем, кто питается из этой реки. Но проблема с водозабором – это лишь полбеды. С недавнего времени люди столкнулись с куда более опасным явлением. Дело в том, что из-за пресловутой дамбы в селе Лекарственное произошел разлив реки и стало размывать очистные сооружения. Теперь уже пришлось подключать к вопросу вышестоящую власть, которая инициировала прокурорскую проверку. Отправили наше обращение в прокуратуру. Ну и сейчас принимаются меры. Тоже первые меры есть. То есть, перед хотя бы течет не напрямую в русло реки, а пока стекает в отстойник. Но опять же, такая мера, скажем так, предварительная. То есть, нельзя сказать, что это решает какую-то проблему. Тем не менее, хотя бы уже не напрямую в русло течет. Но тем не менее, работает очень много здесь. На фирму, которая отвечает за работу очистных сооружений, составлен протокол об административном правонарушении. Если ситуация не исправится, дальше меры будут серьезнее. А следующим шагом прокуратуры станет проверка всех дам в течение западного булганака. Задача – выяснить законность их расположения и оценить вред, который они наносят окружающей среде. Если окажется, что влияние негативное, дамбы уберут. Но на это потребуется примерно месяц. Виталий Попач, Александр Смычек. Время новостей. Симферопольский район.